Елизавета Плечева живет на первом этаже многоквартирного дома Лопатинского микрорайона. В подвале сыра, не убирают. У вас какой этаж? Какой этаж у вас? Наверху у нас трехэтажный дом. А у вас какой этаж? Трехэтажный, я на первом этаж. По словам Елизаветы Ивановны, зимой несколько раз отключали отопление. В квартире становилось холодно. Помимо этой проблемы, на кухне пахнет бензином. Причинно открытый подвал, куда кто-то ставит канистры с горючим. Везде должны замки висеть. Везде должны, но не замочки. Я сама четыре замочка вешала. Они их срезают. Зачем? А я откуда знаю. Оставляйте заявление, мы разберемся с ним обязательно. И вам дадим письменный ответ. Посетим квартиру, посмотрим, что творится. Сделайте, чтобы было влезо. Хорошо, обязательно. Марина Виноградова живет в аварийном жилье села Барановское. Предложенные варианты переселения ее не устраивают. Меня не устраивают, которые предлагают мне жилье. Олег Владимирович, такое же старое жилье это раз. Во-вторых, станция Берендина. У меня в квартире своей я сделала хороший ремонт. А там открываешь дверь и сразу ремонт. У меня нет возможности делать ремонт. Я потратила деньги на свой ремонт. Мало того, она наслышана о якобы случаях представления другим жильцам квартир больше площади. Но это не так. Согласно жилищному кодексу, в ее случае рассматривается жилье, равное по площади. У вас площадь 29 квадратных метров. То есть никакой речи о 49 квадратных метрах. А мне 49 не надо. Марина Николаевна будет ждать другие варианты, а пока жить в своей квартире. Еще одна жительница села Барановское пришла на прием к главе района. Юлия Мартынова живет в общежитии. У меня вот подоконник, я как могу ремонтирую, сын сам ремонтирую. Недавно двери вообще в угол отвалится. Поменяли раму. Двери какая? Входная в общежитие или входная в комнату вашу? Ко мне. Раму, вот окно. Вдоль прям вот несущая. У меня вот так вот рука оттуда лезет, трещина пошла. То есть вот эта стена не вывалится, потому что она держится на панели, которую мы задели. Чтобы признать аварии, им нужна целая процедура, чтобы эксперты признали аварии. А если не признают, придется там жить дальше. Ну я вот и прошу, чтобы мы создали эту комиссию. Комиссия есть только, она при муниципалитете существует. То есть она по заявленным гражданам выезжает, делает обследование. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади Олег Чуфистов ходит в эту комиссию. И не раз вместе с сотрудниками Управления капитального строительства выезжал на объект. У нас есть некоторые соображения, которые не имеют по дальнейшей судьбе этого дела. Сейчас тем же Управлением капитального строительства, Воскресенского муниципального района, готовятся сметы на проведение капитального ремонта зданий. После подготовки сметы на районном совете депутатов будет поднят вопрос о выделении средств на ремонтные работы. Всего в этот день к Олегу Сухарю обратились 6 человек. Вопросы жителей взяты в разработку. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.